Сшив кольца между собой, дальше будем вязать ремешок на наши очки. Берем фиолетовую нить, набираем 6 воздушных петель и во вторую петлю от крючка начинаем вязать. Вяжем 5 столбиков без накида. Первый столбик, в следующую петлю провязываем. Вяжем второй столбик, в следующую петлю вяжем третий столбик, в следующую петлю провязываем четвертый столбик и в последнюю петлю цепочки вяжем пятый столбик. Вот мы связали первый ряд. Делаем одну воздушную петлю и разворачиваем наше вязание. Вяжем второй ряд. Также провязываем 5 столбиков без накида. В первую петлю вяжем столбик, во вторую петлю вяжем столбик, в третью петлю вяжем столбик, в четвертую петлю и в пятую петлю провязываем столбик без накида. Вот мы довязали второй ряд. Делаем воздушную петлю, переворачиваем наше вязание и вяжем третий ряд. Также провязываем 5 столбиков без накида. И так по 5 столбиков в каждом ряду мы будем вязать до нужной нам длины. Вот я связала нужную мне длину. У меня получилось 35 рядов. Обрезаем рабочую нить и закрываем петлю. Теперь с помощью иглы будем пришивать наш ремешок к линзам. Приблизительно отмеряем центр и начинаем пришивать. Захватываем петельку на линзе и петельку на ремешке. Петельку на линзе и петельку на ремешке. И так пришивать будем до конца ряда. Пришив ремешок к линзам с одной стороны, точно так же пришиваем его и с другой стороны. Пришив ремешок к линзам, отлаживаем пока очки в сторону и будем вязать боковую часть очков. Берем серую нить, набираем 6 воздушных петель и во вторую петлю от крючка начинаем вязать. Провязываем 5 столбиков без накида. В следующую петлю провязываем второй столбик. В следующую петлю вяжем третий столбик. Четвертый столбик. И в последнюю петлю цепочки провязываем последний пятый столбик. Далее делаем одну воздушную петлю и разворачиваем наше вязание. Вяжем второй ряд. Второй ряд будем вязать также 5 столбиков без накида по одному столбику в каждую петлю. В первую петлю провязываем столбик, во вторую петлю вяжем столбик, в третью петлю провязываем столбик, в четвертую петлю вяжем столбик и в пятую петлю провязываем столбик без накида. Затем обрезаем нить и закрываем петлю. Берем иголку, слаживаем нашу деталь пополам и сшиваем между собой. Захватываем одну петлю на одной части детали, вторую петлю на второй части и так вдоль ее и сшиваем. Сшив деталь между собой, прилаживаем ее к началу ремешка и пришиваем. Захватываем петельку на ремешке, петельку на боковой части, петельку на ремешке, петельку на боковой части. Пришив боковую часть качкам, закрываем нить, фиксируем петлю. И хвостик нити прячем внутри вязания. Оставшийся хвостик обрезаем. С помощью крючка прячем вот этот хвостик и затем, повторяясь первого ряда, вяжем еще одну боковую часть и пришиваем ее с другой стороны очков. Пришив боковые части на очки, наши очки готовы. Можно их одевать на миньончика. И осталось нам вышить только рот. Очки пока снимем, чтобы они не мешали. Берем иголку с красной нитью, присоединяем красную нить к вязанию и начинаем вышивать рот. Вышиваем рот швом косичка. Захватываем одну петельку. Вытягиваем. Вот такой стежок у нас получается. Затем повторяем. Делаем петельку. Вводим иглу в предыдущую петельку. Захватываем немного. И вытягиваем. Затем повторяем. Одну петельку вытягиваем. Рабочая нить под иглой. Одну петельку захватываем, вытягиваем. Затягиваем петельку. И таким образом будем вышивать рот. Идем вышивать по этой стороне, а потом внизу. Сделаем вот такой открытый ротик. Вышив рот, теперь вышиваем зубы. Я уже три зуба вышила. Вот такими горизонтальными стежками будем вышивать. Справа налево. Затем повторим. Еще один стежок. Еще один стежок. И последний стежок и зуб готов. Затем повторим. Сначала вышим еще рядышком один зуб. Вышив зубы, таким же образом я вышила и язык. И осталась у нас одна деталька. Берем клей. И нужно капнуть по капельке клея на каждую из волосин. Для того, чтобы волосы не выпадали. И так по капельке клея нужно проклеить каждую волосину. Проклеив все волосы, наш миньончик готов. Очки у нас съемные. И комбинезон также снимается.